Это грязный режим, который применяет грязные технологии. Это в чистом виде Латинская Америка времен диктатуры, абсолютно. Ничем не отличающиеся от тех режимов. Мы привыкли как-то спокойно относиться, немножко иронически, к нашим начальникам, но они становятся все более серьезными фигурами и все более кровавыми, я бы так сказал. Это очень серьезные вещи, здесь попахивает уже некоторой такой гражданской войной. За этой умышленной попыткой убийства Алексея Навального, я думаю, стоят, что высший руководитель нашего государства. Я думаю, что президент Владимир Путин имеет к этому тоже прямое или косвенное отношение. Все-таки Навальный задевал интересы десятков очень могущественных людей, вот этих самых корруппированных чиновников, людей на грани бизнеса и власти. То есть это люди, которые чувствуют, что чувствуют свои вселасти. Люди с большими состояниями, окруженные, соответственно, собственной службой безопасности, собственным листивым окружением, они зачастую тоже бывают отвязаны от реальности, не сопоставляют, скажем, государственные риски с собственными. Мне почему-то вспомнилась, Михаил, фраза Владимира Путина, сказанная 3 или 4 года назад, ее можно найти в интернете, на коллегии ФСБ, на ежегодном собрании ФСБшников в декабре. Когда Владимир Путин призвал российские спецслужбы действовать, цитирую, более дерзко против оппозиции. Вот мне кажется, что вот этот призыв действовать более дерзко можно вполне рассматривать как политическое указание на радикальные преступные действия, в ряду которых находилось убийство Бориса Немцова и находится смертельно опасное отравление Алексея Навального. Каждый раз государство, власть, политическая власть переходит границу, еще одну красную линию пересекает. Это, в общем, уже никого не удивляет. В этом участвует государство. Если государство выплачивает кому-то деньги, спецслужбы, например, заказывают такого рода услуги, это деньги налогоплательщиков. Получается, что налогоплательщик оплачивает отравление Навального, избиение Жукова и разнообразные другие действия властей. Я наставил на том, что это власти, просто нанявшие или частный сектор, или полугосударственный сектор. Все понимают, все, кто требует расследования, понимают, что это Путин. И политический Путин, и с большой вероятностью он. Все понимают, что никакого расследования в России не будет. Либо оно будет, но такое же, как в случае с Немцовым, да, то есть, ну там хотя бы нашли стрелочника. Нет, не будет. Все понимают, что они не будут выходить сами на себя в поисках преступников. Это они там гогочут нам в лицо. Вот это вот бандитская ухмылка. В переводе на русский язык это означает, да, это сделали мы, и чё? И чё ты мне сделаешь? Да, это я сделал, и чё? Да? Чё? Вот как они разговаривают и с нами, и с миром. Субтитры сделал DimaTorzok